Привет, дорогие мои зрители! Погода у нас никак не начинается. Хотела сегодня поехать погулять, но вообще никакого желания нет, потому что прохладно, какой-то ветер. Сейчас устроилась у себя на веранде и решила с вами поболтать. Вы знаете, хочу поговорить на такую тему, как стереотипы, что думают о нас французы, потому что мне не раз задавали вопросы по email и некоторые в комментариях, и я бы хотела на эту тему порассуждать немножко. Что думают о нас французы? Ну, начнем с того, что касается Беларуси, то о Беларуси практически никто не знает. Если о России более-менее какое-то представление французы имеют, то о белорусах практически никакого. Когда я говорю, что я из Беларуси, обычно все удивляются и говорят, что это за страна, они предполагают, что это Россия. И я раньше начинала объяснять, показывала карту, начинала расписывать, где она находится, что ее окружает, какие страны. Потом я уже устала это делать, потому что я думала, что в единичный случай оказывается ничего подобного, и информации никакой в интернете. Они не ищут, и, наверное, им не интересно это. Я начинаю объяснять, что это такая страна. Раньше это была одна страна вместе России, и теперь я уже просто говорю, что да, я русская, потому что мне лень просто все время что-то объяснять кому-то. Даже в аэропорту однажды, это уже не касается французов, когда я прилетела во Франкфурт, люди, которые работают в аэропорту, которые распределяют пассажиров по гейтам, они... Я спросила, где самолет на Минск, потому что там у меня пересадка, и они мне задали вопрос на Минск, это что, это где. Даже работники аэропорта не знали, что это такое, что же говорить о тех, кто не связан никак с путешествиями и не имеет отношения к этим странам. Ну, предположим, русские белорусы, это, в принципе, раньше было одно население, поэтому я буду говорить в целом как о русских, так и о белорусах. Когда я приехала сюда, первым делом, что я сделала? Где я общалась больше всего с мигрантами и с французами? Это, конечно, мои языковые курсы, и было интересно, что мигрантов было на этих курсах, конечно, много. Для французов неважно, откуда вы приехали, вы все равно мигрант. Если вы приехали из России или из Белоруссии, или из стран Африки, вы мигрант, и никогда вы не будете ничего доказывать, что вы чем-то отличаетесь. У меня была одна знакомая на курсах, на других, когда она сказала, что как это, мы же не простые мигранты, мы же вот такие вот особенные мигранты, русские. Профессор, преподаватель ей сказала, для нас вы все одинаковые. Ну, конечно, она была возмущалась, но я считаю, что возмущаться нельзя, потому что нельзя вообще здесь ничего из себя строить, потому что это выглядит смешно. На самом деле так и есть. Для французов мы все одинаковые, одинаковые мигранты. Но то, что они не имеют абсолютно никакого представления о нашей стране, это факт. Вот на этих курсах я начала уже говорить про курсы. Мы смотрели как-то один фильм. Фильм, действительно, производящий впечатление. Не помню, как он называется. Документальный фильм, типа такого, что «Дорога в школу». И там рассказывается о детях Африки, о странах очень-очень малоразвитых, как там живут дети, как они добираются в школу. И там действительно ужасающие факты, что дети утром, чтобы умыться, они роют песок, роют землю. Там на дне где-то находится немножечко воды. Этой водой не умывается, чтобы пойти в школу. И в школу они идут 4 часа в день. И мало того, что там нет никакого транспорта, естественно. Они там в каких-то лесах, по лесам, по горам, среди диких животных, еле-еле добираются. И потом, поучившись там какое-то время, столько же возвращается назад. В общем, такие условия тяжелейшие. Мы были впечатлены. Но больше всего я была впечатлена тем, что учитель французского, очень интеллигентный француз, образованный, спросил меня «Расскажите о вашей стране». Он спросил каждого, в том числе меня. В Беларуси есть такие же проблемы, чтобы добираться в школу в 4 часа среди лесов и полей. Я говорю, что удивилась страшно. Как это? Что вообще за вопрос? Какие лесополя? Я сказала, что у нас вообще-то школы даже выбирают, потому что, чтобы определить ребенка в школу, обычно выбираешь лучшую школу. Я помню, как мы боролись за место в гимназии с моей дочкой. Мы туда поступали, потому что мы выбирали лучшее всегда с ней. Естественно, о том, чтобы были сложности добираться в школу, нет, конечно, это смешной вопрос. Я ему попыталась объяснить, на тот момент я очень плохо говорила по-французски, практически не говорила. Это был начальный уровень, один, на котором я училась. И вот такой вопрос меня поверг в шок. Но это был мой первый шок. И потом вот эти вот удивления мои продолжались и продолжались. То есть, почему это происходит? Почему ничего не знают о нашей стране? Ну, во-первых, передач практически никаких нет. Если идут какие-то передачи по телевидению, как правило, это очень-таки вырванные какие-то кадры из общего контекста жизни в наших странах, в том числе и в России. То есть, или какую-то показывают школу военных, или, скажем, какую-то маленькую деревушку где-то в Сибири. И, в общем-то, все, вот у них и складывается такое общее представление, вот как они видят в этих фильмах в интернете. Тоже особой информации я не вижу, потому что если набрать Беларусь в интернете, в основном это будет национальная библиотека, пару пейзажей лесов. Ну, подробной информации у них, наверное, нет. Наверное, нет. Вот. И поэтому вот такой складывается стереотип, что страна, как я говорю, страна для них не существующая. Но если даже кто-то и знает о существовании Беларуси, то они представляют себе, как действительно для них что-то экзотическое. Хоть мы для них иммигранты, такие же, как и все, но, тем не менее, мы экзотические иммигранты. Поскольку мигрантов с Африки, с Северной Африки очень-очень много, страна, это сейчас Франция, это страна мигрантов, то беларусов и русских в разы меньше, в разы меньше. Есть очень богатые русские, которые именно занимаются бизнесом, а вот такие, как жены французов, их не так много. Их не так много. И какие же у них существуют стереотипы, я хочу рассказать, исходя из тех вопросов, которые мне задают. В основном вопросы задаются такие осторожные. Когда мы были в гостях у наших друзей, друзей семьи, у них есть маленькие дети, но дети как маленькие, мы уже лет по 12, такие уже подрастающие дети. И они возмущались тем, что дети бесконечно с телефонами, и везде их используют, и в общем-то и в игры играют, и осторожно был задан вопрос, а в Беларуси существует такая проблема, что дети тоже вот с телефонами. Я говорю, вы знаете, такая проблема существует еще и в большей степени, потому что поскольку здесь телефоны дети приобретают гораздо позже, чем в Беларуси, и это так и есть, то в Беларуси эта проблема существует, исходя уже, наверное, начиная с первого класса, с начальной школы, когда практически все дети имеют телефоны, когда они действительно заняты в этих бесконечных играх, просмотрах, родители их ограничивают, это, конечно, проблема. Но они спрашивают не потому, что их интересует эта проблема, а потому что им интересно, есть ли у нас развита ли связь, пользуются ли какими-то вот аппаратами современными, и для них это экзотика, им интересно действительно, что у нас на самом деле происходит. Потому что, например, для них в представлении, то есть какая-то такая вот страна полна матрешек до сих пор, полна балалаек, полна каких-то танцев народных, песен, потому что, видимо, раньше, конечно, это был полный железный занавес, никто ничего не знал, и поскольку иностранцы в Россию имели меньше доступа, чем наоборот, как ни странно, то, естественно, что они мало что знают о наших странах. Поэтому многие девушки, пользуясь этим, часто и обманывают этих бедных французов. Например, у меня есть один знакомый здесь, у нас друг семьи, который познакомился с русской девушкой, но, естественно, он сразу же по наивности своей напал на такую мадам, которая имела какие-то виды совершенно нечестные, не такие, как многие женщины имеют, и она ему начала вешать лапшу на уши, грубо говоря, и говорит, что у нас в стране нет интернета, не мог бы ты мне выслать деньги, чтобы я смогла купить хороший телефон, чтобы подключить интернет, это очень дорого. В общем, начала его обрабатывать, и он меня спросил, это правда, что в России нет интернета. Я говорю, вообще, как можно быть таким наивным, чтобы в это верить? И я говорю, слушай вообще умных людей, общайся, конечно же, интернет там есть. И он был очень удивлен, когда я сказала, что белорусы участвовали в группе по разработке Вайбера. Часто я слышу, что те, кто побывали в России или в Беларуси, удивляются и приезжают, вы знаете, а там все ездят на хороших машинах, то есть не знали до этого, они, наверное, представляли, что все еще в каких-то на старых, может быть, машинках таких до потока. И, конечно, когда они приезжают, они потом всем рассказывают, что, ой, оказывается, вот нет, оказывается, там современные автомобили, и все на высшем уровне, и магазины. А насчет магазинов тоже. Я сначала, конечно, удивлялась и даже возмущалась. Тоже мне одна француженка спросила, когда мы увидели магазин Интермарше. Здесь, ИСИ, я хорошо по-французски вставляю слова. И она говорит, а в Беларуси есть такие же большие магазины, вот как Интермарше. Ну, вот каждый раз, я, конечно, мне хочется сказать, да вы что, совсем что ли? Что за вообще ерундовые вопросы? Как вы вообще все это представляете? То есть, наверное, так представляешь, что, да, магазинов там никаких нет, у больших, то есть какие-то, наверное, ларечки какие-то, все там с матрешками, в платочках ходят, каких-то цветастых на старых машинках. Вот, ну, я не говорю, что это все, многие люди уже ездили и представляют себе иначе, но большинство тех, кто живет здесь, они очень-очень-очень слабо представляют жизнь там. Ну, это, конечно, очень странно, ну, не знаю, не знаю даже, почему это так происходит. Вот с магазинами такой тоже был вопрос. А что касается стереотипов насчет женщин, тоже, ну, я думаю, что наши женщины тоже в чем-то виноваты, что они такую репутацию заслужили, потому что, вы знаете, как бывает, что встретил француз одного, одну женщину вот такую, он уже думал, что все точно такие же, и поэтому из уст уста потом передается эта информация, и получается вот такой стереотип неправдоподобный, я считаю. Конечно, конечно, такое тоже бывает, как они представляют, что женщины часто ищут французов, чтобы переехать сюда ради бумаг, ради документов, потом они его бросают и живут здесь уже, потому что там жизнь очень тяжелая, и здесь они ищут легкой жизни. Ну, и вот так вот, да, видимо, кто-то нарывается на такие ситуации, такие женщины действительно бывают, они бегут от своей тяжелой финансовой ситуации, они потом ищут какие-то варианты здесь, но это, я бы сказала, что, скорее всего, все-таки, если говорить о русских, о белорусах, это, скорее всего, редкий случай, чем те, которые я вижу в основном. В основном белорусские, русские женщины находят здесь свою любовь, они хотят строить семью, они хотят жить нормальной жизнью, им бумаги эти, дело второстепенное, потому что, если многие даже бросают мужей, уезжают назад в Россию, в Белоруссию, есть такие случаи, то, конечно, о каких бумагах может идти речь. Хотя многие, у которых совсем уже действительно плохая ситуация, нет никакой работы, нет перспективность полной, они живут в какой-то там, скажем, дыре, то да, конечно, это как вариант, они это рассматривают, хотя здесь начать жизнь с нуля, это очень-очень сложно. Если они собираются здесь ради бумаг оставаться, то я бы не сказала, что это какая-то прямо легкая такая добыча и счастье в жизни, потому что работы с этим предстоит очень-очень много. Но такой стереотип тоже существует, что женщины едут сюда ради документов. Есть еще такой стереотип о женщинах, тоже достаточно распространенный, что особенно мужчины, которые знакомятся на сайте знакомств, они вот так себе представляют, что женщина, с которой они встретились, особенно красива, хороша, она хочет его использовать, использовать его деньги, приехать сюда погулять с ним в отпуске, а потом его бросить. То есть такой, как говорится, секс-туризм. То есть то, чего боятся русские женщины у себя на родине по отношению к иностранцам, к тому же боятся здесь у нас французы, что вот так вот ими попользуются, их бросят, и они останутся ни с чем. То есть вот такие стереотипы, которые настолько далеки от реальности, на мой взгляд, я вообще не представляю вот такого, даже какая-то женщина об этом думает, чтобы использовать кого-то в отпуске и поехать назад. В основном женщины думают, даже если они хотят кого-то использовать в отпуске, то, наверное, чтобы потом с ним какое-то было продолжение отношений. Ну, так французы не думают, и так они не представляют то, что думают женщины. Следующий стереотип очень всем известный. Это то, что русские много пьют. Но знаете, с этим стереотипом даже я не знаю, соглашаться или нет, потому что, да, естественно, в России и Беларуси такая проблема существует. Но я не скажу, что во Франции пьют мало. Французы тоже много пьют. Не могу ничего сказать. Единственное, что у них такие законы, что они не могут появляться в нетрезвом виде на улице. Это бывает, это случается настолько редкий случай. Причем я узнала такую информацию, что даже работники питейных заведений, они находятся в ответственности за тех, кто у них пьет в баре. Если, например, кто-то от них выйдет слишком пьяный на улице и попадет под машину, то к нему предъявят претензии, почему он не ограничивал этого человека. Поэтому на улице я видела буквально за все время проживания только два пьяных француза. Это было, конечно, удивление для меня, потому что такого нет. В то время как в Беларуси все пьяные спокойно ходят по улице, шатаясь, конечно, этот момент очень неприятный. Но то, что они прямо все поголовно пьют, это, естественно, заблуждение. Заблуждение, потому что, например, среди моих знакомых, таких прямо пьющих вообще у меня просто нет. И сказать, что там... У них, знаете, как у французов здесь, у них ассоциация. Если кто-то спрашивает, какое ваше национальное блюдо, обязательно найдется какой-то умник, который выкорикнет, что это водка. То есть это тоже начинает меня порядком выбешивать, потому что, представляете, какая общая картина складывается о наших странах, о наших народах. Поэтому я уже устала переубеждать. Мой муж тоже переубеждает. Он был в Беларуси не один раз. И он говорит то же самое, что вы заблуждаетесь, что абсолютно все не так, как вы себе представляете и как вам кажется. Следующий стереотип, что русские... Я говорю русские, потому что не хочу углубляться, русские и белорусы, потому что здесь все стереотипы насчет этих двух народов одинаковые. Поэтому я говорю русские. Так проще. То, что русские все очень сердитые, очень угрюмые, неприветливые и злые. Ну, я тоже насчет этого не могу согласиться, потому что русские... Да, у них такая культура, что если русский улыбается, как здесь на улице, просто так, там в транспорте или просто в магазине, или что-то спрашивает, мы, конечно, сразу настороженно смотрим. Это какой-то такой знак, что с человеком, может быть, даже не все так в порядке, потому что это не отражает нашу культуру. И поэтому, да, это не принято. Но если кому-то нужна какая-то помощь, то русские такие, что они приходят на помощь, и они, как говорится, холодные снаружи, но теплые внутри, это точно. Но у французов такое впечатление складывается, что русские сердитые, они очень устали от жизни, они все такие прямо вот, прямо очень злые и прямо жестокие и свирепые. Опять же, был такой случай. Мы с мужем ехали в деревню из Минска посмотреть, как... Там у нас есть такая деревня, Дудутки называется, и мы хотели посмотреть там некоторые музеи, и нам пришлось ехать на транспорте, потому что там мы без машины, и мы ездили на автобусе. Он, конечно, с интересом все смотрел, и с нами ехали на обратном пути две женщины. Они были немножко на веселе. Вот, кстати, все против меня. Когда я доказываю, что у нас не все пьют, то получается, обязательно кто-то докажет обратное. И эти женщины услышали нашу французскую речь, и стали задавать вопросы, так смелые были, потому что, видимо, немножко налегке, и задали вопрос, откуда вы, и что? И одна женщина сказала, что я была вот в Париже, как мне нравится, и так далее. И как-то они так расчувствовались, что они вытащили из своих сумок по банке с вареньем, подарили нам, и, в общем-то, расцеловали нас напоследок. То есть для моего мужа тоже это было такое удивление. Он с этим вареньем стоял, и не знал, что делать. Но я говорю, ну вот видишь, говорю, это же вот они сначала тоже вроде как и неприветливые, и не такие необщительные. А все это не так, потому что в душе наши люди очень добрые. Я думаю, что если кому-то обратиться за помощью, то все-все-все идут навстречу. Но вот так вот мы разбиваем потихоньку стереотипы. И я думаю, что у нас тоже есть определенный стереотип по поводу французов. Я хочу снять на эту тему отдельное видео, как эти стереотипы здесь рушатся на моих глазах и просто терпят крах, потому что все совершенно не так, как нам кажется. Следующий стереотип еще о наших женщинах у французов, что это такие спокойные, спокойные женщины, которые очень ценят семью, которые слушаются мужей, для которых семья на первом месте. И они думают, что такими женщинами наверное очень легко управлять, но опять же они потом сталкиваются с проблемами, потому что женщины, конечно, у нас может быть и спокойные, но скорее всего они осторожные у нас женщины, они присматриваются ко всему и чтобы такие вот они были безмолвные существа с широко распахнутыми глазами, я тоже такого не представляю. Потом получается, что они точно так же с ними спорят, точно так же вступают в какие-то дискуссии, дебаты, и многие потом тоже оказываются французы даже разочарованы, потому что они все представляли, что это будет такая русская покорная девушка, с косой, которая будет смотреть прямо в глаза и в рот и слушать каждое слово, и потом тоже оказывается, что эти стереотипы рушатся. Ну, как говорится, все приходит на свои места, методом проб и ошибок, и я вам рассказала об основных таких моих удивительных открытиях, которые я сделала, проживая здесь на протяжении уже почти трех лет, я продолжаю их делать, ну вот сегодня сделала такую болталочку небольшую, в следующий раз хочу с вами прогуляться немножко по городу, уже пора, по-моему, потому что я уже в последнее время очень редко выхожу, погоды нет, и на меня это оказывает очень большое воздействие, потому что я уже надеялась, что с мая здесь уж наконец наступит тепло, ну никак, 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 вот я еще сижу до сих пор в куртке, хотя уже сегодня какое, 6 июня, лето, как-то вот пару дней жарких, потом опять ветер, завтра у нас обещают вообще 75 км в час ураган, поэтому опять, скорее всего, буду сидеть дома. Ну, вот так поболтала я сегодня, хотелось высказаться, пишите, пожалуйста, свои отзывы, свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, может быть, у вас тоже есть какие-то мнения на эту тему, с какими вы стереотипами сталкивались со стороны французов, мне все это очень интересно. Всем хорошего вечера, всем хорошего дня, ждите моих новых видео и всем пока!